Интересно, но мне ни к чему обращать внимание на кого-то, кроме себя самого. Поговори с Еврипидом. Он тоже немало знает о людях. Пшивый, желтозубый, пучеглазый, морозов. Но о трезвом он не говорит. Не знаю, что это значит. Нет, конечно. Он говорит, лишь когда пьян, это больше пристало Аргивянам. О, я восхищен. Еврипид из Аргуса. Ладно, быть может, хотя бы станет веселей. Но нужно выбрать верное вино. Оно должно быть на кухне. Дай знать, когда Еврипид будет пьян, и я ускользну отсюда. Вы с Периклом знакомы? Правильный вопрос, как Перикл познакомился с тобой. Я величайший драматург в Греции, наставник Еврипида, любовник Асклепия, отец театра и так далее. Ты оказал ему великую честь, спрятавшись на кухне. Ты так переживаешь из-за Еврипида. Вы точно лишь друзья? Лишь это не про меня, путник. Впрочем, да, с Еврипидом нас связывают узы прочнее братства. Зачем он спутался с этим никчемным Аристофаном, я не знаю. Аристофаном. Я за вином. Чудесно. Позволь дружеский совет. Нет. Аристофану нельзя сладкое вино. Я видел, что с ним бывает. Это чарующе невыносимо. Без невыносимых последствий и праздник не праздник. Я скажу, получилось ли. Кроме этого невеже-драматурга, здесь нет прославленных гостей. Могу я чем-то помочь? Дай твое лучшее сухое вино. Да, бери и прочь с моей кухней. Я занята. Так, есть. Винишко взяли, ладно. Алкофаны тут соединили. Ну-ка, с дороги отойди. Да, ты поговори с этим напыщенным. Оно вернулось. Показать пародию на Протагора? Полный мочевой пузырь. Думаю, не стоит. Обычно, чтобы отдохнуть, я дерусь. Но для тебя... Быстрей, принеси ему вина. Вдруг скажет, что умная. После диспута с Софоклом я предпочту сохранить ясность ума. Я здесь, потому что ищу человека. А нам показалось, что ты заодно наливаешь нам вино. Сосредоточимся на этом. Вам с Аристофаном надо выпить. Сыграем? Состязание? А, чудесная мысль! Еврипид молчалив, но от схватки не откажется. Что же, если принесешь вина, я покажу этому юнцу, как пьют у нас в Аргасе. Почему-то не извинишься перед Софоклом. Это он должен извиниться. Софокл мой друг, а добрый друг порой дороже целой семьи. Ему просто нужно немного успокоиться. Перикл пригласил вас не просто так. Мы обедаем тут, прославляя Перикла, или у Клеона. Но Клеону свойственно очарование всех политиков. Жуткий голос и вульгарные манеры. Перикл пригласил вас не просто так. Мы обедаем тут, прославляя Перикла, или у Клеона. Но Клеону свойственно очарование всех... За Диониса! Это... это вкусно! Это... нектар-богол! Наливай еще! Может, еще вина? Взгляд такой... Куда такое вкусное вино? Перикл припрятал, что ли? Есть поговорка. Доброе вино, добрые друзья. Готовы продолжить? Давно не случалось такого симпосия. Знаешь что? Ты мне по нраву. Кто привел тебя? Я пришел сам. Я ищу женщину, которая когда-то бежала из Спарты. Да? Зачем? Она потеряла детей. Ей пришлось. Хотела приглушить боль. Еврипид, впиши ее в пьесу. Я слышал, спартанские матери ходят в святилище в Арголиде, молят о склепе, о жалости. Мне ли не знать? Это мой дом. После того, что случилось, сомневаюсь, что она доверяет жрецам. Тогда спроси Гиппократа. Он лекарь. Лучший из лучших. И он все еще в Аргасе. Если она пошла к нему, он наверняка ей помог. Мне нравится пить и петь. Вернись, если решишь спеть со мной. Я подумаю. Гиппократ в Аргасе. Сначала, еще раз, поясни свою мысль. Так, здесь, по-моему, все сделали, да? Поговорить. Дионис, вот ты где. Остальные так скучны. Может быть, сыграем? Любишь петь? Ты любишь петь. Что это за игра? Поет один, потом другой, потом по-новой. Стихи сочиняем по очереди. У кого лучше, тот победил. Ну, давай. Я тоже хочу. Но кто начнет? Начинай ты, Аристофан. Да-да. Но так, чтобы не стыдно. Боевая песня. А что, бывают другие? А-а-а, спаси взгляд для Перикла, как яд. И вот стены он строит, афины глядят. Спартанцев собрались войска. Лишить нас домов и скота. Как волны у стен ненавистен их плен. Нас Перикла отправит на смерть, и зачем? О, пусть купцы приходят, А еще их слуги. Пусть сыновья отцов приводят. Это бой, бой, бой. Придут убийцы и натянут луки. Придут элоты, не мечтая о скуке. Это бой, бой, бой. Берите слабых, берите грешных. Фаланга падших, чтобы нас потешить. Это бой, бой, бой. Кровь им нужна, пусть кровь получат. Проткну клинком, пусть заклебнутся. Это бой, бой, бой. Мы все ничтожны, мы все безбожны. Мы лишь мясо, кровь и кожа. Когда пройдет война, Кровавых жертв забрав сполна, Вновь соберет сынов и дочерей страна, И собравшись все вместе, Встанем мы, как стена. Хватит, хватит. Ты отлично поешь. Точно. Ха, сыграй в моей пьесе. Вот, возьми это на память. Застолье получилось куда лучше, Чем я мог ожидать. Баба Гдал. Понятно. Как там Еврипид? Уже пьян? Все, можешь не прятаться. Еврипид не заметит твой побег. Он ничего не заметит. Прятаться? Афинам грозит война. Нас лишат домов, А затем и голов. На свою честь, Я намерен сохранить до конца. Хотя бы ее остатки. Если увидишь Перикла, Передай мою благодарность За дивный вечер. Хорошо. Что у нас тут дальше? Опа, извиняемся. Кто-то попал в беду. Открывай дверь, Не то выбью! Не подумай чего. Она любит смотреть. О, ну надо же. Какая сила. Какая устремленность. Теперь ясно, Почему ты привлек Перикла. Хочешь присоединиться к нам? Я думал, кто-то кричит от боли. Иногда бывает сложно Различить крики боли и удовольствия. Знал бы, что постучишь именно ты. Открыл бы дверь Буквально На распашку. Капец, Гомесы, блин. Я пришел сюда, чтобы найти одну женщину. Так выходит, мы можем помочь друг другу. Ты принесешь масло, а я помогу тебе в поисках. Быть может, она тут? Ее там нет. А я все равно проверю. Я принес дары. Хвала богам! Днем наши женщины горевали, А мужчины трудились. Но вечер для празднеств. Будем веселиться! Что скажешь? Ты с нами? Ну а теперь ты помоги мне, Алли. Я ищу женщину. О деле больше ни о чем. Прелесть. Слушай, я ищу женщину, некогда сбежавшую из Спарты. Из Спарты? Из Спарты не сбегают. Но пусть, допустим, если она глупа, погибла. А если умна, сделала то же, что Аспасия. Получила независимость. Самая умная и... изобретательная женщина во всей Каринфии. Что, Гетера? Я слышал, что с ними считаются в Каринфе, но думал, что в любом городе так. О, нет! Эти женщины не похожи на остальных, и чтобы стать Гетерой, нужен ум. Али, вернись к нам! У-у-у, праздник продолжается. Будешь в Каринфе, найди Антусу. Она знает обо всех, кто приходит и уходит из города. До новых встреч, воин. Антуса в Каринфе. Ну, хотя бы что-то. Так. А, да это же тот, кто ценит знания превыше всего. Думал, мы поняли. Знания нам нужны для разных целей. А, ты помнишь. Возможно, стоит продолжить эту беседу. Ты надеешься отвлечь мое внимание от нашего спора. Вы давно спорите и не сошлись во мнениях. Довольно. Мы обсуждаем природу управления. Где как не здесь. Я задам тебе тот же вопрос, что и Фросимаху. Считаешь ли ты, что править это искусство? Это искусство, как и все важные деяния. Тут не о чем спорить. Но медицина улучшает состояние больного, не врача. Плотничество, здание, а не плотника. Так разве правление не призвано улучшать жизни подданных, а не правителей? Что за чушь? Я многое видел и знаю. Нет справедливых правителей. Даже Перикол эгоист. Если спартанский полководец отдает приказ и тем самым спасает себе жизнь, он эгоист? Я так не думаю. Править городом и сражаться в бою разные вещи. Практикуясь в искусстве войны, разве полководец не обрекает солдат на смерть, в то время как отступление спасло бы их жизнь? По-твоему, полководец не печется о себе, когда отдает приказ? Но он эгоист, поскольку отступив, мог бы спасти жизни солдата. Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не хочу сказать. Но это твои слова. Я произнес их, но ничего не сказал. Я лишь хотел узнать твое мнение. Зря тратишь время. А спас я. Заморочил голову. Красотуля пришла. А у тебя талант убеждать людей. Неплохо. А у тебя талант убеждать людей. А у тебя талант убеждать людей. А у тебя талант убеждать людей. А у тебя талант убеждать людей.